Привет, это Катейский Симулятор, и мы продолжаем прохождение этой увлекательной игрушки-головоломки. В общем, нам сейчас нужно спуститься на ведре, забрать одну записочку с нотой, которую я пропустил в прошлом видео, и потом, я хотел сказать, что мы пойдем к Момо, но нет, мы потом сходим к бабушке, она свяжет нам пончо, потому что в прошлой серии мы купили кобеля, и потом, возможно, мы пойдем к Момо. Так, значит, ноты у нас где-то вот здесь, вот по трубам, вот сюда, вот я здесь лазил в прошлой серии, я эту сценку вырезал, потому что прошляпал вот, вот эту вот записочку с нотами. Давай-ка заберем вот эту штуку, да что ты делаешь, котяо, котяо, блохастик. Ну прекрати ты, е-мое, запрыгни уже на стол, прикинь на стол, вот, наконец-то. Забираем, значит, записочку, вторая из восьми, и теперь спускаемся к бабуле. Чтобы спуститься быстро к бабуле, воспользуемся вот этим лифтом, ведерным лифтом. О, это консерва лежит здесь? Пустая, черт. А чем мне интересно здесь питаясь, вот в чем вопрос. Жалко, что, конечно, когда я выпрыгну с ведра, эта ведерка поднимется наверх, потому что там есть вес. Вон, видишь, спустился. Все, пойдем панчо вязать. Панчо, 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 панчо. Я здесь, бабуль, свяжи мне панчо. Давай я потруся по тебе об ножичке, вот так вот. О, любовь, все дела. А теперь давай поболтаем. На. Благодарю, мой дорогой, я немедленно приступлю к работе. Это быстро будет или долго? Панчо, получен новый предмет, отлично. И для чего он мне нужен? Держи, малыш, оно тебе отлично подойдет. Я его одеть могу? Надеть, надеть, одеть. Проверим, где это пончо. Вот оно. Пончо. Выглядит очень теплым. Идеально для замерзшего робота. Ну, хорошо, учту. Теперь, кстати, знаешь, что я еще подумал? Помнишь шифр 1.0.1? Это же компьютерная тематика, да? Пойдем-ка зайдем к нашему хакеру и покажем ему этот листочек. Может, он нам как-то поможет разгадать? Хочешь, я... Подожди, ты так быстро болтаешь. Хочешь, я прочитаю этот двоичный код? Секунду. Мне нужно откалибровать мои линзы. Готово. Это означает бар-дюфер. Странно. Кто назначает встречу с помощью двоичного кода? Ну все, тогда в бар отправляемся. Пошли, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Бегу в бар. Кстати, недаром в баре был двоичный код. Пойдем. О, он, кстати, и здесь тоже вот листочек с двоичным кодом. Смотри. О, пароль, кажется. 8801. Слушай, это же пароль, наверное. Вон он, зачеркнут. 7888 зачеркнутый. 8801. Так, попробуем выйти отсюда. Чувак, открой. Открой двери. А, он спит. Тогда будем выпрыгивать. Значит, 8... Сейчас откроет. Проснулся. 8801. Бежим к тому сейфу. Сейчас посмотрим, что там. Офигеть. 8801. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Неужели это он? А, так нуля-то нету. Ё-моё. Это же тот бар, да? Написано, что это... Бар... Ну, вроде как, похоже на него. Поболтаем, значит, с барменом. Ты здесь новенький. Чем я могу тебе помочь? Блин, где-то здесь что-то спрятано. Кто-то встречу. О, картина. Минутку. Вот где год спрятан-то, да? Это значит 1, 2, 8, 3. Готово. 8 из 8. Последняя нотка, что ли? А, нет, не последняя. Сколько у меня нот всего? Покажите. Еще 3 ноты получается, да? 3 листа с нотами у меня не хватает. Ладно, тут, наверное, все. Полезли наверх к Момо. Че, ребят, че грустите? Смотрите, как там чувак вашу краску оттирает? Неоновая вывеска. Значит, тут все просто. Нам нужно сейчас прыгнуть сюда. Потом нокондеи. Вон туда давай. Хоп. И, в принципе, все. Мы... Мы внутри... Нет, мы не внутри. В окошечко? В окошечко можно войти. Эй, Момо. Здорово. Соломенная шляпа. Он явно недоволен. Какое радужное у тебя личико. У него Музло играет. Круто. А это что такое? Перевести? Аутсайдеры. Здорово. Ладно, Музло пускай играет. Я не буду переключать. Мне нравится музыка. Его. Мюзика, мюзика. Прежде чем с ним заболтать, нужно тут все проверить. Переведи вот это вот. Город имеет цилиндрическую форму диаметром около 450 метров. Над нами есть еще один уровень. У городка как будто есть потолок. Если верить моим книгам, за ним скрывается большое небо. Ну, с этим мы тоже разобрались. В прошлой серии выяснили об этом, что мы под куполом здесь не пройти. Хотя, в принципе, можно было бы протиснуться. А, вот смотри. Вот, протиснулись. На коробке запрыгнем. На коробке нельзя запрыгнуть. А сюда? А сюда? О! Нота! Один, 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 один. Первая нота. Отлично. Еще две осталось. Дверь здесь не открывается. Ну, в принципе, вроде бы все. О, шарик. Шарик. Шариком поиграем? Ну, такой себе. В принципе, я здесь все осмотрел. Вот тут вот еще и не был, по-моему. В его спальне. О! Какая прикольная картинка. Back home. О, обратно домой 2. Я помню эту видеоигру. А я не помню. Мне кажется, ее разработали незадолго после моего создания. Плохо помню. Мы с учеными много в нее играли. Было весело. Я скучаю по нему. Почему я не могу вспомнить его имя? Воспоминания потихонечку у нас дополняются. Жаба с коктейлем и кофе. Проблемы? Нет, у меня нет проблем. Тут тоже все. Давай теперь поговорим с Момо. Момо-мо. Безболезно. Зачем я их отпустил? Теперь я совсем один. А это и что тебе надо? Слушай, у меня тут как бы... Фотка есть, открытка. Это фотография Аутсайда? Ты хочешь туда попасть? Даже и не пытайся. Это пустая трата времени. Это принесет тебе только одиночество и разочарование. Мои друзья тоже об этом мечтали, но теперь они пропали. И я остался один. Я не знаю, где они. Я пытался с ними связаться, но этот... Приема передатчик не работает. Мы с друзьями ввели записи наших исследований Аутсайда. Вот возьми мои. Если действительно хочешь туда пойти. Записная книжка... О, последняя, видимо. Получи новый предмет. Теперь ты сам по себе. Я завязал с Аутсайдом. Удачи. Ну вот. Момо выглядит очень грустным. Он скучает по друзьям. Давай посмотрим записную книжку, которую он нам дал. Манифест Аутсайдеров. Мы должны попасть в Аутсайд любой ценой. Мы должны защитить наших братьев и сестер. Мы должны держаться подальше от Зурков. Подпись Клементина с Балтазар Док и Момо. Похоже, имя Момо было добавлено позже. Нужно показать ему другие записные книжки, которые мы нашли. Ну, давай попробуем. Привет, маленький кот. Все еще ищешь эти бесполезные записные книжки? Ну, вообще-то я их уже нашел. Смотри. О, это принадлежит Доку. Он был настоящим знатоком электроники и прочего. Он всегда стоял на пороге великого открытия. Хорошо. Дальше вот это. О, ты нашел записи, которые оставила Клементина? Она была очень храброй. Знаешь ли, самым бесстрашным роботом, которого я когда-либо встречал. И вот это. Погоди, ты действительно нашел все записи книжек моих друзей? О, что говорится в этой записке? Приема передатчик можно починить. Это невероятно. Это значит, что у нас будет связь за пределами трущоб. Клементина, Забалтазар, Док. Мне жаль, что я у вас сомневался. Обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Спасибо. Возможно, мы сможем найти для тебя путь наверх. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием приема передатчик. Похоже, знаешь, на древний Wi-Fi с антенками. Валя, работает! Пойдем со мной. Ну все, у него хотя бы настроение поднялось. Он такой грустный аж теперь. Я бегу, бегу, бегу. Окно с паролем. Мне точно туда? Там, наверху. Видишь, что здание? Возвышающееся над остальными. Если установишь прием передатчик на самом верху той башни, мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Прием передатчик. Ты единственный, кто достаточно мал и быстро, чтобы увернуться от зурков. Ты нужен нам, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Вот, блин, капец. Теперь еще прием передатчики таскать. А все началось с того, что я свалился с трубы. Кстати, мне тут в комментариях написали, что если я 9 раз сдохну, то мне дадут достижение про 9 жизней и все такое в этом духе. Поехали. Виил, обожаю ведрышки. Ну что? Значит, нам нужно вон туда. Крыши. Потолок у нас до сих пор над нами. Купол никуда не делся. А свет-то будет? Тут светло когда-нибудь бывает вообще. Значит, нам настройку нужно. Окей. Идем настройку. Ну, в обход зургов, конечно же. Зурги могут нас сажать. Они едят все, как мы выяснили. Будь то это плоть или железо. Нужно быть с ними очень аккуратными. На перила надо запрыгнуть. Мяукните, чтобы привлечь врагов. Эл. Я здесь, я здесь, я здесь, я здесь. То есть их можно мяуканьем привлекать. Это хорошо. Оп-оп-оп-оп-оп. Обдурили, обдурили вас. Обдурили. А теперь бежим сюда. Тут есть что-нибудь интересное? Не-не-не, не прыгните на меня. Хе-хе-хе. Я шустрее вас. Прыг, скок, ускакал. Я тебе хочу сказать, что это будет такой себе путь наверх. Они бегут ко мне, а я их обхитрил. Черт, нет, не обхитрил. Запрыгивай. Ух. Это было близко. Слишком близко. О, какая вывеска крутая. Расшифруй-ка, робот, нам. Город полный неоновых огней. Так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии, особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы, неоновые вывески по всему дому. Этого человека схватили и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничего не смогли с этим поделать. Так люди смогли увидеть цвета, как в аутсайде. Я думаю, это помогло. Еще одно воспоминание. Шикарно. А теперь нам, скорее всего, вот сюда надо. Прыг. Ух, ух, ух. Стой, подожди. Давай еще разок. Круто, что эта труба двигается. Ну, хотя это не труба, а металлическая балка. Еще одна палка. Воу. Аккуратно катечь. Нам еще здесь не хватало упасть. Взломать дверь. О, смотри, прибежали эти зурги. Зубри, зубри. А теперь закрываем их. А если мы закроем, тут дверь откроется. Воу, 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 воу. А я тогда вот так вот сделаю. Ха-ха-ха. Бочку перетаскиваем. Что, ну хватит прыгать? Хватит. Кстати, странно, что они металлические сетки не могут грызть. Ничего себе они дерзкие, смотри. Вау, гляди, какие у них зубы. Сейчас кто-нибудь... Вон, смотри, присоски какие. Фу-фу-фу-фу. Ну, ничего себе, какие они коварные. Как они, интересно, мою шкурку не прокусили, когда на меня напрыгивали в самом начале. Интересно, вот эти вот вены какие-то ужасные. Это зурги намутили такую штуку противную? Или как, или что? Эх, зурги, зурги. Вы такие милашные, но в то же время такие опасные. Все, мы дошли до вот этой башни. Осталось только подняться наверх по ней. И тут очень огромное количество яиц этих зургов. Значит, вон вижу вентиляцию, через которую мы сможем пробраться. Как нам только это сделать? Ага. Вот мы и внутри. А здесь все кишит просто коконами этих зурков. Тут очень их много, наверное. И очень здесь опасно. Нужно глядеть в оба. Иначе меня здесь сожрут. Вон они там, эти мелкаши. Куда мне бежать? Мне нужно, видимо, вон туда. Так. Быстро, быстро, быстро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прыгай, 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 прыгай. Опа. Сюда. Фух. Фух. Значит, теперь давай здесь по досочкам пробежим. Очень опасно. Беги, 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 беги. Мимо. Они все туда упали с высоты. Прыгнуть на меня хотели, но не получилось. Отлично. Пока все хорошо. Пока мои лапки на моей стороне. Значит, здесь я вижу вывеску еще одну. Давай посмотрим, что это такое. Неко Корпорейшн. Рассказывай, что это? Корпорация Неко. Они отвечали за утилизацию отходов. Когда мусор с верхних этажей переполнил трущоба, они попытались разработать бактерии, чтобы его растворить. А, и вот и появились зурки. Тогда понятно. После исчезновения людей бактерии мутировали, выросли и стали пожирать не только мусор. Так и появились зурки. Вперед! Нам нужно идти дальше. Вот так-то. Во всем виноваты люди, как обычно. Разработали сами не знаю чего. Значит, тут есть балка, на которую я бы запрыгнул. И побежим в другую сторону. Пока робот открывает. Они выбежали. Должны побежать за мной. А я такой, хоп. Быстро в бочку и выкатываем ее. Давай, 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 давай. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Спокойненько, спокойненько. Не кипишуйте. Вы сюда запрыгнете? А, да, они перепрыгивают сюда. Там, видимо, трамплинчики есть. Давай, продолжаем. Заходим. Быстрее, 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 быстрее. Есть. Есть. И они, кстати, сюда больше не перепрыгнули. Не прибежали за мной. Они вот тут в уголке. Ха-ха. Труца. Ну, мне даже это на руку. Опа. Я котей, как рабат, в цирке десалей играть. Снова вы? Может, мне как-то по-другому тут обойти можно? О, каску вижу. Ой, нет, по-другому не получится. Бежим. Бежим, бежим, бежим. Оп, оп. Теперь понятно, почему вот эти вот твари едят все. Они созданы для этих целей. Чтобы растворять своими ртами и металл, и живые организмы, и пластик, и все остальное. Рубильник. Который за что-то отвечает. Мы нажмем. Лифт. Он сейчас привлекет внимание. Особенно его световым шоу, да, действительно, он привлек внимание. И как мне быть? И как мне быть? И что нам делать? Как нам? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так вот. И сейчас мы тут будем носиться, пока этот лифт не спустится. Будем бегать мы по кругу. А они еще выпрыгивают? Нифига себе их тут навалом. Ё-пара-с-а-тэ. Родите меня обратно, пожалуйста. Давай, 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 давай. Как мне туда запрыгнуть? Во, отлично. Фух, фух. Фух, я в клетке. Поехали, поехали, пока она меня тут еще больше не напрыгала. Надеюсь, с этих отверстий больше не будет ничего посыпаться, потому что сверху у меня открытое пространство, и они могут в клетку запрыгнуть, и я уже никуда не денусь. А они снова выпрыгивают, смотри. Жесть. Плодятся они, конечно, знатно. А, смотри, даже парочку прилипло. Вон, парочку на клетке сидят и не спускаются. Вы что? Вы что тут прилипли, а? Кровососки. Со своими ртами. Ух, жуть-то какая. Все, я приехал. Я выхожу. Ну, нет, дверь что-то тут заклинила. Хорошо, табуретку не зря тут, видимо, поставили. Вот так вот сделаем. Ну, все, я как бы наверх пришел. Вот мы и добрались. Установили передатчик на антенну. Вот это длиннющая антенна. Вот прием передатчик. Вот сюда воткнем. Свет загорается. Такое ощущение, что я сюда батарейку принес, а не приема передатчик. А вон и верхний этаж я вижу. Там реально город целый. Не то, что трущобы. Кажется, все заработало. Смотри, какой вид отсюда. Выглядит очень красиво. Я вспомнил город. Он должен был стать убежищем. Те огни похожи на звезды. Но это всего лишь фонари на герметичной крыше, закрывающей город. Я, кстати, понял, почему мы под куполом. Потому что зурки. И этот город специально накрыли куполом, чтобы зурки не выбрались за пределы. И не съели остальных людей. Как бы вот в чем прикол. Люди построили эту оболочку, чтобы защитить себя от аутсайда. Но это им дорого обошлось. Отсюда выхода нет. Аутсайд был ужасным местом. Совершенно бесплодным. Непригодным для жизни и опасным. Но если ты пришел оттуда, значит там снова безопасно. Я обещал не просто пройти в аутсайд. Я обещал открыть город. Я до сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, а другие нет. Но теперь я уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть город. Давай вернемся и найдем Момо. Теперь, когда мы подключили прием передатчик, можно надеяться на помощь. Что-то как-то... Я бы не хотел открывать город, потому что зурки еще здесь. Ну все, поехали отсюда. Сейчас будет удивительно прикольно катиться отсюда. Вау. Ну трущобы эти, хочу сказать, очень огромные. Они прямо туда вглубь уходят. А вот и я. Момошечка, ты дома? Момо. Блохастик пришел. Покорми меня, пузико почеши. Трущобы, часть вторая. А Момо-то тут и нет. Но он оставил записку, кажется. Смотри, записка. Маленькие аутсайдеры. Если ты это читаешь, значит ты еще жив. Отлично. Я отнес кое-какое оборудование в бар, чтобы воспользоваться их антенной. Давай встретимся там. Я заблокировал окно, но код, чтобы его открыть, очень простой. Это... Это шифр ездить, колосить. Будь внимателен. Код чувствителен к регистру. Увидимся в баре. Момо. Должно быть этот код от окна возле входа. Вперед. От окна. Ну вот он. Давай его сейчас введем. Вот замок для окна. А код? Мне кажется, это была буква H. Ошибка. Неправильный ключ. Ой, прости. Ладно, попробуем еще разок. А потом было O или 0. Сейчас посмотрим. Все успешно. Я открыл. Сработало. Момо ждет нас в баре. Погнали. Ну погнали. Погнали. Знаешь, куда я хочу сходить? Куда я хочу сходить? Я был на одной квартирке. И возможно, там музыка не утихала. И я с нее ушел. Возможно, там что-то было спрятано. Я хочу сейчас туда сходить, поскольку мы на крышах. Так что давай туда сейчас сходим. Это где я был-то? Кажется, здесь. Или не здесь? Сейчас, погоди, проверим. Опля. И где я что-то мог упустить? Во! Во-во-во-во-во-во-во! Ноты! Все, я все ноты нашел. Последние ноты у торгаша. Нужно с ним обменяться. Но для этого нужно найти последнюю газировку. А где ее найти? У меня есть предположение, что нужно отдать кому-то пончо. И он мне даст газировку. А кому пончо надо отдать? Кому холодно? Кто у нас замерзает? Пончо нужно, чтобы кого-то согреть. О-мо-мо, привет. Но я к тебе пока не хочу идти. Я хочу найти здесь кого бы обогреть. Кого обогреть. Ты мерзнешь, нет? Ковбой. Зой, как насчет дать тебе пончо? Или ты не замерзла? А-а-а, бабушка. Узнаю и стиль. Знаешь, она очень талантлива. Нет, значит пончо не тебе. Окей. Смотри, что нашел. Смотри. Там автомат стоит. Ё-моё. Нифига себе, как его спрятали. А туда можно запрыгнуть вообще? Так, подожди. Вот на коробке давай. Потом на уступ. Ага. Ну, ни черташ себе, как тебя сюда затолкали-то. Офигеть. Офигеть. И сюда, кроме как по вот этим уступам-то и не пробраться. Так, значит. Я нашел все ноты. Ну, точнее, все газировки нашел. А это говорит о том, что я сейчас обменяю газировку на ноты. И все, погнали. Погнали, погнали. Скорей. Получи, ну... Все, у меня все ноты. Благодарство, благодарство. Я нашел тебе песню. Гитарист без песни. Это не гитарист. Держи. Немного важной информации. Это было написано по известному алгоритму. Что, ты сыграешь теперь? О-о-о. Я тогда прилягу, пока ты играешь. О, спасибо за мелодию. Буду практиковаться. Думаешь, ты можешь найти еще? А-а-а. Понятно. Он сейчас проиграл одну страницу и будет проигрывать каждую. О-о-о. Это будет долго. Ладно. Давай начнем с первой тогда. Держи. А-а-а. Каждая страница – это новая песня. Ну, как бы логично. Я думал, что это одна композиция, когда я соберу все. Но нет. Звучит круто. Вот смотри. О, меня достала твоя музыка. Пойду я лучше заткну уши, чтобы не слышать это. Я просто хотел отдать тебе ноты. Ладно, давай ты играю, я буду подпевать. Да-а-а. Эта песня явно не песня. По-моему, она расстроила твою гитару. Короче, каждую мелодию, которую я ему приношу, он вешает сюда себе на стенку. Осталась последняя. Собственно, четыре снизу, три сверху. И последняя у меня в рюкзачке. Сейчас я ее отдам. Я пока погоняюсь за своим хвостом, как собака. Хвостик, 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 хвостик. Я тебя поймаю. Последняя, дружок. Гитарист. Эй, это последние ноты. Ты отлично справился, малыш. Прими это в знак моей благодарности. Получен новый предмет. Музыкальный значок. Вау. Мяу-лодия. Приз получен. А теперь последняя композиция. Вечер вычислений. О, это хорошая песня. Только послушай. Нет, пожалуй, я сейчас пару нот послушаю и пойду. Ну все, давай, до встречи. Короче, пока он тут играл, я по всем побегал. Всем предлагал пончу. Никому ничего не нужно. Все говорят, что это побудет, что она мастерски шьет, все дела. И остался, знаешь кто? Из всех роботов остался только один. Это программист. Я еще к нему не подходил. А, еще я не подходил к его помощнику, который открывает двери. Вот сейчас к ним сходим. Попробуем им пончи предложить. И больше здесь никому не нужно это пончи. Возможно, даже пончи не в трущобах нужно отдавать. Поэтому я немного опережаю события даже, возможно. Здорово, мужик. Здорово, спасибо, что открыл. Я тут пончи притащил. Но ты, в принципе, в одежде. Я думаю, что тебе пончи не нужно. Сразу пойду к программисту. Он, по-моему, голенький там сидит за компом. Ну да, кстати, он голенький сидит. И дрожит. Слушай, реально, походу, ему пончи нужно. Ты дрожишь, дружочек? Да, чем могу помочь? Пончи надо? О, где ты это нашел? Выглядит просто потрясающе. Дай-ка примерю. Как может робот трястись от хода? Вот мне непонятно. О, смотри. Спасибо за пончи. Заходи, если тебе когда-нибудь понадобится еще что-то починить. Окей, договорились. Но ты как, перестал трястись? Ну да, да, вон, смотри. Руки у него до сих пор трясутся, что странно. А так, когда не болтаешь с ним, он как бы смотрит на свою пончу и все нормально у него. Ну все, с пончу разобрались, теперь можно идти к Момо. То есть здесь я просто все выполнил, все, что можно только. Момо же, Момо же, я иду к тебе. Где ты тут? Вот ты где. Да-да-да, я запрыгиваю. Какой там здоровенный комп с огромным монитором. Давай посмотрим, смогу ли я заставить эту штуку работать. Наверху написано Пути. О, что это за синий экран? С глазками и ртом. Почти получилось. Прием, меня кто-нибудь слышит. Прием, да, мы тебя слышим. Мы из трущоб, мы пытаемся отсюда выбраться и... А где это ты с Балтазаром? Момо? Я не могу поверить, я так рад слышать твой голос за Балтазар. Ты где? Остальные в порядке? Да, мы... Мы в безопасности, мы нашли путь наверх. Ого, круто. Прием. Ты все еще меня слышишь? Чтобы добраться до нас, тебе нужно пройти через канализацию. Очень опасно. Везде зурки. И связь обрывается. Канализацию? Ну как, прием. Черт, сигнал пропал. Не могу поверить, Забалтазар жив. Ему и другим аутсайдрам удалось подняться по канализации. Канализация самое опасное место в трущобах. Но если Забалтазар выжил, то и у нас получится. Только не говори, что мне придется сейчас по канализации топать. Там же мокро. Вам ни за что в жизни не пробраться через канализацию. Там все кишит зурками. Они быстро с вами расправятся. Особенно с тобой, малыш. Многие уже пытались в прошлом. Ничем хорошим это не закончилось. В любом случае, я тебя предупредил. Твои дела меня не касаются. Вот алкаша еще забыли спросить. Дрыхнул и дрыхнул бы. Шеймус. Его отец, Док, был великим ученым. Он разрабатывал какое-то новое оружие для борьбы с урками. Несколько лет назад он отправился тестировать устройство и так и не вернулся. С тех пор Шеймус сам на себя не похож. А, ну ясно. Поэтому он теперь упивается. Шеймус. Не слушай его. Он просто напуган. Как и я раньше. Если Док создал оружие, это наш пропуск к аутсайдерам. В своей записной книжке Док несколько раз упомянул секретную лабораторию. Должно быть, именно там он над этим работал. В квартире Шеймуса может быть подсказка. Так что за мной. Ну, пойдем. Почему у меня такое ощущение, что на тебе ночнушка одета? Реально, ты как будто своей мамой или у подружки маминой подруги спер ночнушку. И одел на себя. О, мы пришли, наконец-то. Блин, я так и знал, что сюда можно зайти. Но мне не открыли. Шеймус, открывай, ну же. Твой отец хотел бы нам помочь, ты это знаешь. Что-то с нами не хотят болтать. Что ж, этого следовало ожидать. Шеймус очень переживает из-за отца. Он больше и слышать не хочет об аутсайдерах. Мне он не поможет. Ну вот тебе. Кажется, у меня есть идея. Ты хочешь, чтобы я пробрался наверх? Так, а у него там есть что-нибудь открытое? Погоди, ты что сделал? Вот, возьми записную книжку Дока и покажи ее Шеймусу. Ну ладно. Она содержит много информации, которая, надеюсь, подействует как электрошок. Найди секретную лабораторию, маленький аутсайдер. Я пойду обратно в бар, чтобы попытаться восстановить связь с остальными. Ну ок. Ладно, пойдем, че. А, он тут дрыхнет опять. Черт, он проснулся. Ты что здесь делаешь? Я же говорил. Пробираться через канализацию самоубийства. Оставь меня в покое. Ладно, ладно, ладно. А, тебе записную книжку же надо отдать. Но прежде чем я это сделал, я хочу ее сам прочитать. Че там написано? Кажется, это принадлежит кому-то по имени Док. Блин, это же нам только что сказали. После нескольких недель исследований я объединил спектрометр с мощной ультрафиолетовой лампой. Это должно помочь нам отбиться от зурков по пути. Первоначальная попытка увенчалась взрывом. Возможно, мне придется провести испытания в реальных условиях. Мы эту книжку... Да, это же записная книжка, которую мы нашли. И мы ее ранее уже читали. Вот, книжку, держи. Что это? Погоди, это моего папы? Ого, я и не знал. В нашей квартире есть тайная комната? Но где? Вот-вот. На столе ничего нету. Так, будем искать тайную комнату. А вот и тайная комната. Знаешь, почему я сюда полез? Потому что смотри на обои. Тут прям вот издалека видно, что тут что-то есть. Вон, видишь? Как будто дверь. Можно, в принципе, и другие поскидывать. Картинки. Ничего. Возможно, там за ними какая-нибудь надпись. Или еще что-то, что поможет восстановить память нашему дрону. О! Ну-ка. Время покажет. Непонятно, что это такое. А прикинь, окажется, что B12 это док. И он перенес свое сознание в этого B12. Ладно, будем проникать. Код. Какой может быть код? Где-то здесь должна быть подсказка. Время покажет. Есть часы? Вот, часы. Подожди. Получается 2, 5, 1, 1. Сейчас попробуем. 2, 5, 1, 1. Сработало. Крутяк. Ну и что, мистер, прошу вас. Пойдемте. Ну, а что скрывается в этой тайной комнате, ты узнаешь в следующей серии. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующий ролик, на котором мы с тобой, собственно, увидимся. Так что, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»